рейс 83 81 аэропорт таллин 3 мая 1985 год самолет ту-134 а готовится к выполнению рейса 83 81 в кишинев с промежуточной посадкой во львове на борт самолета поднимаются 73 пассажира и 6 членов экипажа в составе командира воздушного судна николай ивановича дмитриева второго пилота дякина штурмана декуха и бортмеханика потапова в салоне самолета работают 200 ордес в 10 часов 38 минут самолет вылетел из сталина и взял курс на львов весь полет проходил в штатном режиме а к 12 часам дня ту-134 был на подлете ко львову рейс ссср 101 в это время в аэропорту львова к вылету готовился военно-транспортный самолет ан-26 который должен выполнить рейс ссср 101 по маршруту львов москва на борту самолета находится высшее руководство военно-воздушных сил при карпатского военного округа среди них командующий генерал-майор авиации евгений иванович крапивин член военного совета округа генерал-майор виктор михалович доценко и начальник штаба военно-воздушных сил при карпатского военного округа волков также в самолете летели оба сына командира экипажа александр и андрей а также наталья громова супруга будущего командующего сороковой армии бориса всеволодовича громова всего на борту антонова находятся девять пассажиров и шесть членов экипажа в составе командира воздушного судна подполковника юрия петровича шишковского второго пилота лейтенанта валерия валерьевича быковского штурмана коломийца борт техников шаповалова и корейба и борт радиста бубанова старт 26 492 взлету готов в 12 часов две минуты ан-26 вылетел из львовского аэропорта львов круг 26 492 после взлета курс калиновка эшелон 1500 1800 метров 492 львов круг на золочев занимайте 1800 пересечения 1500 доложите вас понял на золочев 1500 в этот день над львовом погода была облачной с верхней границей 5-6 километров в облаках умеренное обледенение в 12 часов 5 минут со львовским районным центром управления воздушным движением вышел на связь экипаж ту-134 а и доложил о входе в зону на высоте 7800 метров львов 65 856 и 7800 занял на золочев тогда диспетчер шевченко который в тот день находился на восточном секторе сообщил 65 856 львов контроль азимут 45 удаление 122 километра на золочев занимайте 4200 856 золочев 4200 однако через несколько минут в 12 часов 8 минут шевченко связался с ту-134 и отменил разрешение снижаться на высоту 4200 так как на высоте 4 550 метров в это время следовал ан-24 встречным курсом на опрс дедеркалы 856 задержитесь на 4 800 пока для информации встречный ан-24 прошел курсом на дедякалы занимает 4 500 856 понял 4 800 25 до золочева после того как ту-134 занял высоту 4800 метров и доложил об этом диспетчеру тот разрешил лайнеру дальнейшее снижение до высоты 4200 метров так как встречный борт к этому моменту уже пересек курс при этом диспетчер шевченко также предупредил экипаж ту-134 о встречном самолете летевшим на высоте 3950 метров 856 продолжайте снижение до 4 200 борт пересек вам курс ушел влево в районе золочево будет встречный на 4 на 3 900 856 заняли 4 200 этим встречным самолетом и был рейс ссср 101 в 12 часов 5 минут его экипаж вышел на связь с диспетчерским пунктом львовского аэропорта и доложил львов подход 492 высота 1800 до золочева успеваю разрешите 4 500 492 на золочев 4 500 разрешаю пролет доложите 4 500 доложу диспетчер подхода совчук разрешил ан-26 набирать высоту 4500 метров но в 12 часов 6 минут дал ему указание задержаться на высоте 3900 из-за встречного самолета 3900 занял 492 492 удаление 65 работайте с контролем на 125 запятая 5 в этот момент совчук ориентируясь по обзорному радиолокатору перепутал отметку рейса 101 с отметкой впереди идущего ан-24 и доложил экипажу ан-26 об удалении от аэропорта 65 километров на самом же деле удаление составляла 56 километров и передал его диспетчеру восточного сектора в 12 часов 12 минут ту-134 вышел на связь диспетчером шевченко и доложил о занятии высоты 4200 метров на что шевченко велел ему переходить на связь с диспетчером подхода уже знакомым нам ранее совчуком в это же время на связь шевченко вышел уже переданный ему ан-26 который доложил о прохождении золочева и запросил подъем до высоты пять тысяч шестьсот пятьдесят метров 492 львов контроль добрый день и 3900 проходим золочев шепетовка в 36 минут прошу 5700 а второй азимут 86 удаление 60 километров пока 3900 встречный ту-134 4200 между вами 10 вас понял 3900 сохраняю шевченко передал экипажу ан-26 что тот летит по азимуту 86 градусов и на удалении 60 километров от аэропорта а на высоте 4200 метров летит ту-134 а до которого 10 километров поэтому запрос на подъем пока отклонен экипаж самолета ан-26 подтвердил полученную информацию при этом не придав значение тому что всего 30 секунд назад диспетчер подхода назвал им удаление 65 километров почти одновременно в 12 часов 12 минут экипаж ту-134 вышел на связь диспетчером подхода с овчуком который передал ему что тот летит по азимуту 85 градусов и на удалении 65 километров после чего дал указание снижаться до высоты 3650 метров к четвертому развороту с магнитным курсом посадки 312 градусов экипаж подтвердил полученную информацию и приступил к снижению в это время слышавший их переговоры диспетчер шевченко попытался предупредить савчука о недопустимости снижения ту-134 из-за встречного самолета ан-26 но не савчук не руководитель полетов александр квашин не приняли своевременных мер в 12 часов 13 минут экипажи самолетов ту-134 а и ан-26 увидели друг друга через разрывы в облаках и резко отвернули вправо командир тушка ух ебать но из-за малого расстояния в 12 часов 13 минут самолеты столкнулись левыми плоскостями и разрушаясь в воздухе рухнули на землю и взорвались столкновение самолетов ту-134 а и ан-26 над золочевым унесли жизни всех находившихся на обоих бортах 94 человек 79 человек в ту-134 и 15 в ан-26 из воспоминаний георгия ожега работавшего в то время прокурором львовской транспортной прокуратуры 3 мая 1985 года около 12 часов дня мне позвонил дежурный по областному управлению мвд и сообщил об авиакатастрофе через два часа я был на месте приблизительно в 15-20 километрах от золочево в колхозном поле на относительно небольшом расстоянии друг от друга догорали гражданские военные самолеты погода в тот день была мерзкая непрерывно моросил дождь и дул ледяной ветер чернозем превратился в сплошное месиво оторвать ногу от земли было невозможно в золочеве тогда стояла бригада внутренних войск и военнослужащие сразу же после падения самолетов отцепили всю территорию мне за время работы в правоохранительных органах довелось повидать многое но в этот раз передо мной предстала действительно ужасающая картина разбросанные детали самолета вещи части тел и все в перемешку с грязью для расследования причин случившегося была создана следственная группа куда вошли следователи львовской транспортной прокуратуры военной прокуратуры прикарпатского военного округа и генеральной прокуратуры ссср комиссией было установлено что экипажи обоих самолетов имели достаточно высокий уровень подготовки обеспечивающий им выполнение задания на полеты в данных условиях а потому уровень подготовки пилотов не являлся причиной катастрофы радиотехнические средства обеспечения полетов львовского рц управления воздушным движением а именно трассовый локатор трл-139 вторичный локатор корень аэс и обзорный аэродромный локатор дрл-7 см были работоспособны поэтому обвиняемыми стали рассматриваться диспетчеры совчук шевченко и их начальник машин когда михаилу горбачеву доложили об этой авиакатастрофе он назвал ее эпохальной как показали исследования черных ящиков из-за беспечности которой нередко грешат профессионалы оба экипажа допустили в общей сложности 7 ошибок 2 экипажам ан-26 и 5 экипажам ту-134 но главной из этого ошибкой стало то что экипаж ан-26 ошибся на 300 метров по высоте из-за неправильно выставленного барометрического высотомера в результате расследования комиссией было установлено что руководитель полетов александр квашин отпустил с рабочего места одного диспетчера на обед а второго оставил работать в одиночку а также при личном присутствии на диспетчерском пункте и при наличии грубых ошибок в работе подчиненного диспетчера квашин не принял мер к обеспечению безопасности полета стоит отметить что согласно существовавшему на то время регламент случае сложной воздушной обстановки когда в зоне ответственности находятся на связи не менее четырех самолетов на диспетчерском пункте подхода полагается присутствия двух диспетчеров но в тот момент на связи находились только два самолета также следователями было установлено что диспетчер совчук допустил следующие нарушения при занятии самолетом ан-26 высоты 3900 метров и подходе к рубежу передачи восточному сектору районного центра используя средства радиолокационного контроля неправильно определил фактическое удаление самолета и передал управление им смежному диспетчеру при приеме управлением воздушным движением самолета ту-134 несмотря на наличие встречного самолета находившегося в 10 километрах по курсу следований не информировал экипаж ту-134 о сложившейся воздушной обстановке при выдаче разрешения на снижение экипажу ту-134 не уточнил воздушную обстановку и взаимное положение ту-134 и ан-26 не вел постоянного радиолокационного контроля за воздушным движением и не обеспечил установленных интервалов эшелонирования для расхождения воздушных судов сам совчук ранее работал пилотом но был списан на пенсию по достижении 48 лет и в связи с этим поступил в ульяновский учебный центр где переучился на диспетчера а после двухмесячных курсов в сентябре 1984 года был допущен к самостоятельной работе по итогам расследования его квалификация и опыт практической работы были признаны неудовлетворительными также стоит отметить что при расследовании катастрофы эксперты обнаружили любопытную вещь согласно европейским стандартам все самолеты оснащаются специальным устройством излучающим радио импульсы и позволяющим видеть самолет на экране локатора но военный самолет ан-26 не был оборудован таким устройством по мнению следователей это не послужило основной причиной столкновения но значительно увеличила его вероятность решением суда все трое совчук шевченко и их руководитель полетов александр квашин были приговорены к 15 годам лишения свободы по некоторой информации диспетчер совчук через год скончался от инфаркта а диспетчер шевченко повесился в тюрьме сам александр квашин отсидел 15-летний срок заключения и вышел на свободу